Добрый день, друзья! С вами Евгения, и вы на моём крымском канале. Друзья, на сегодняшний день мы в Газпри. Привет вам из дворца княгини Паниной, или точнее, что от него осталось. Сегодня мы с нашими друзьями, отдыхающими, путешествуем здесь. Надеюсь, на заднем плане вид. Пытаюсь вот приблизить. Конечно, прекрасная архитектура, но очень плачевное, можно сказать, состояние. Вы сейчас это всё увидите. Давайте посмотрим и немножечко познакомимся поближе с историей этого прекрасного места. Надеюсь, вы много интересного узнаете. Итак, друзья, дворец Паниной в Газпри. Это один из самых старинных замков Крыма. И строительство его началось в 1831 году и закончено в 1936 году. И заказчик был, конечно, один из известнейших людей России, непосредственно чьё имя связывают с Крымом. Это граф Голицын. Но Голицын практически уже много лет пытался отойти от дела и осесть у себя вот в районе Газпры. Но судьба распорядилась так, что он всего лишь год прожил в этом имении и скончался. Имение переходило из рук в руки, наследование. И почему мы называем этот дворец Голицынский? Это имя сейчас уже как бы он так не называется, а называют графиней Паниной дворец, потому что дворец частично достроенный, где-то недостроенный переходил из рук в руки, я уже сказала, и попал в дворянскую семью Левашовых. И вот глава семейства был женат на графине Паниной Ольге Викторовне. Но она передаёт своё имение своей энергичной племяннице Софье Владимировне Паниной. Вот трудами этой молодой графини и было заново всё отстроено, перекрыты башни, обновлена кровля, фасады, выстроена оранжерея и домики для гостей. И Гаспринское имение вновь пришло в цветущий вид. И также графиня Панина, обладавшая предпринимательской жилкой, сдавала дворец в наём. Это был доходный дом. И здесь, конечно, приезжали такие великие люди, как Чехов, Горький, Куприн, Шаляпин. И также Набоков, семья Набоковых. Ну и, друзья, несколько слов о самой Софье Паниной. Это очень яркая и интересная личность была. Она была внучка министра юстиции Панина и промышленника Мальцова, о котором я когда-нибудь вам расскажу. Это был... Она была владелица крупных поместьй в Подмосковье, вот в Воронежской губернии, в Крыму. Была участницей партии кадетов, друзья. И потом эмигрировала, умерла в Америке, похоронена. И это была последняя представительница рода Паниных. Детей у неё не было. А теперь, друзья, немного о самом строении. Итак, дворец Панина и жилой площадью 145 квадратных метров. Имеет 12 жилых комнат, камины, галереи, балконы, террасы и богатое внутреннее убранство было. Две башни в готическом стиле стилизованы в верхней части под бойницы. И весь дворец построен в стиле средневекового замка. Ещё первый владелец Голицын, вы помните, это первый владелец, он хотел сделать некое подобие рва, как вот в старинных замках средневековых. Но у него денег не хватило. А Панина на этом месте видела роскошный парк и фонтаны. Парк при дворце Паниной был весьма уникален. В нём произрастало около 100 видов различных растений. Из них 40 видов были завезены в Крым со всех уголков нашей планеты. Много растений было куплено в Никитском ботаническом саду. Было несколько розариев, тенистые аллеи и чудесные беседки. И фонтаны. Ну а сейчас, друзья, памятник Толстому не так просто, ведь он прожил здесь 10 месяцев гостя у графини Паниной. И за это время им было много чего написано, много статей. Но я вот назову повесть Хаджи Мурат. Вот архивные снимки Лев Толстой у оранжереи. Ну а сейчас, друзья, вы видите моих гостей Дмитрия и Ирину. Мы чудесные с ними совершили путешествие незабываемое. Вот о чём свидетельствует это фото. Ну и немножечко ещё об архитектуре. Конечно, замок выполнил как в стиле европейского романтизма с такими нотками готики. Вот имеет две башни, друзья, которые вы сейчас видели. И хочу вам сказать, что одна из которых была предназначена для больших часов и олицетворяла момент, время, скоротечность. А другая для молитвенной комнаты и подразумевала вечность. Ну когда князь Голицын заказывал архитектору Монферрану проект, то этот проект почему-то ещё в те времена при Голицыне его не устроил. И тогда он обратился к архитекторам Эльстону и Гурту. Они были в то время известны в Крыму. Вот для реализации этого проекта. А сейчас, друзья, перед вами южный фасад. Если северный глухой такой, украшенный узкими стрельчатыми окнами вы видели, с цветными витражами они были, то южный фасад вот этот представлял из себя открытую широкую террасу на нижней площадке южного фасада. Ниже площадки ведут две симметрично расположенные лестничные галереи, увитые плющом. И перголы перекрытия над лестницами сохранились до сих пор. А межлестничное пространство было украшено фонтанчиком с изображением головки льва. В 1927 году в Ялте было сильнейшее, друзья, землетрясение. И Гаспинский дворец вот этот очень сильно пострадал. Вы знаете, был храм Святой Троицы. Он примыкал к левому крылу, вот к левой башне. И вот этот храм, он рухнул, и церковь восстановить не удалось. А стоит она сейчас только нижняя её часть. Очень трудно там увидеть церковь вообще в этом строении. Но вот сейчас я вам покажу фотографию старинную. И, друзья, восстановить этот храм было поручено Ялтинскому архитектуру Шаповалову. Вот сейчас, друзья, хорошо видна однокупольная Свято-Троицкая церковь на старинной архивной фотографии. Полюбуйтесь. Ну и, конечно, виды Ай-Петри. Тут и слов никаких не нужно. Это просто нужно наслаждаться. Вот в таком красивейшем месте находится дворец. Думаю, друзья, вы всё это ощутили, оценили. Ну, состояние, конечно, более чем страшное. Дворец, конечно, требует реконструкции серьёзной. Надеюсь, что он дождётся своего часа. Это уникальное, потрясающее строение. Ну, больно смотреть, конечно, на каждую вот эти вот обвалившиеся штукатурки, обнажившиеся кладки. Ну, мы его обошли, конечно, неоднократно. Там много раз прошли в разных местах, чтобы посмотреть и с одной стороны насладиться, с другой стороны огорчиться. Видите, стрельчатые окна заложены. Это, конечно, беда, потому что это были витражи, которые светились, радовали. Вот такая была красота. Ну и, конечно, парк. Красота парка. Друзья, заглянула вовнутрь, вот увидела такое ободранное всё потолки. Это те самые лестницы, про которые я говорила. Два каскада лестниц ведут к морю вниз. А вверху, ну, вверху уже сам дворец находится. Ну, тоже посмотрите, вандалы. Всё это вандалы, вандалы. Без разницы, суть не меняется. Видите, что наделано, натворено. Всё в ужасающем, конечно, состоянии. Когда-то былое великолепие. Вот, полюбуйтесь. Ну, я думаю, ждёт своего часа дворец. Всё равно это когда-то какие-то придут добрые, заботливые руки. И это всё-таки государство должно сделать и вложить сюда деньги. Потому что всё равно Крым хоть и медленно, друзья, но что-то восстанавливается. Будем надеяться, что и парк восстановят. Потому что место красивейшее, богатейшая природа. Посмотрите, сейчас будут удивительные виды на море. Какие чудесные ливанские кедры, хвойники различные. Аромат невозможно напоён вот этими прогретыми на солнце хвойными вот этими иголочками. Это так пахнет всё, так романтично. Ну, вот они любовались с верхней террасы южного фасада. Любовались на море и на парк. Конечно, сто лет назад парк не был таким шикарным. Друзья, конечно, у нас ведь глина и камни. Это всё очень много. Землю навозили. Вы знаете, какими трудами это всё делалось, когда осваивался Крым, этими замечательными людьми, которых мы благодарим и которых вспоминаем. Графиню Софью Панину и Голицына, конечно, и архитекторов, которые это всё делали. Друзья, ну а сейчас я поиграю на своей дудочке любимой. Я всегда ношу её с собой и по таким историческим местам, и по природным каким-то красотам. И стараюсь везде поиграть. Вот сейчас я посвящаю я это духам, которые витают тех людей прекрасных, которые это всё создали, и благодаря кому мы можем любоваться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok